Дмитрий Коцарь База детской музыкальной школы имени Глинки пополнилась сразу несколькими инструментами, в числе которых фортепиано, электрическая пианино, скрипка, виолончель, флейта и другие. Расширилась и методическая часть, новые учебные пособия, в том числе и в медиаформатах, что особенно нравится ученикам. Ведь не только слушая музыку мы духовно обогащаемся, но прежде всего, когда мы исполняем ее. И вот это исполнение их приближает, конечно, к замыслу композитора. Вот в этом и заключается духовное наследие и наша главная задача и миссия музыкальной школы. В детской музыкальной школе имени Шостаковича тоже много обновлений. Здесь появилась интерактивная доска, которая поможет проводить уроки с использованием различных медиаматериалов. Экран в большом концертном зале, несколько ноутбуков. Внутреннюю библиотеку пополнили новые учебники и учебные материалы. Также в школе появились новые фортепиано, баян и аккордеон, духовые инструменты, например, гобои. Как отмечает директор, новые инструменты становятся дополнительной мотивацией, потому что на них играть будут лучшие ученики. Эти инструменты позволяют выйти на новый уровень участия в конкурсах, на очень серьезных конкурсах. У нас очень много детей танантливых, которые могут представлять школу далеко за ее пределами, на городском, региональном и даже международном уровне. Благодаря новому инструментарию мы имеем такую возможность. Все эти обновления стали возможны благодаря реализации национального проекта культуры, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Главное это, конечно, воспитание гармонично развитой личности с мировоззрением. Мировоззрением, которое опирается и будет опираться на наши российские традиционные ценности. Поэтому значение национального проекта культуры для меня лично и как для человека, и как для гражданина имеет очень большое значение. Нацпроект культуры реализуется в Самаре с 2019 года. За это время городские музыкальные школы получили более 330 музыкальных инструментов, почти 5000 методических пособий, свыше 1000 единиц оборудования. И все это увлекает молодое поколение и вдохновляет покорять новые творческие вершины. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.